Приветствую, друзья, приветствуем Елена, собеседник мой по путешествиям по творческим произведениям русских авторов различных видов искусства, в произведениях которых является Христос, отражая какие-то личные переживания самого автора. Эти произведения, конечно, нам особенно ценны за их такой миссионерский потенциал, какую-то силу по просвещению современника нашего в вере Христовой, поскольку то, что окрылено талантом, поэтическим или музыкальным, при этом содержит в себе вот этот свет жизни, просвещающий всякого человека, имеет, конечно, особую силу впечатления на человека. Сегодня мы хотели предложить обсудить... Совершенно потрясающее произведение Михаила Фанасьевича Булгакова «Белая гвардия». Да, может быть, мы не будем замахиваться, не являясь литературой ведами, Булгакова ведами. Вообще этот творческий путь... Будучи теми еще ведами... Великого реза нашего русского писателя. А вот именно этот роман хотели рассмотреть под интересующим нас углом зрения. И действительно, я лично его как-то с первых моих лет христианской жизни воспринимаю как как раз глубоко христианские, необыкновенно даже в чем-то в моем случае систематизировавшей мои понятия по вере, поскольку там действительно россыпи не просто в эпизодах, а в общем замысле и такой логике романа, и в отдельных сценах, которые мы сейчас с вами вспомним. Михаил Афанасьевич Булгаков. 1891-1940 годы. Русский писатель, автор таких известных произведений, как «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Дни турбиных», Иван Васильевич. Последнее произведение широко известно по киноверсии, фильму «Иван Васильевич» меняет профессию. Кроме того, Перу Булгакова принадлежит множество рассказов, очерков, фильетонов. Писатель родился в Киеве, многодетной семье профессора Киевской духовной академии. Окончил медицинский факультет Киевского университета. Роман «Белая гвардия» отражает многие события и жизни самого Булгакова. Одна из его сестер, Варвара, считается прототипом Елены Турбиной. Сам Булгаков, как и герой романа Алексей Турбин, был врачом-добровольцем офицерской дружины. Был и врачом-венерологом, отчего в его произведениях так пронзительно подробны образы некоторых больных. Во время отступления и эвакуации Белой армии тяжело переболел Тифом. Горькие слова о Турбине, как «Человеке-тряпке», тоже, вероятно, автобиографически самокритичны. К моменту написания романа писатель уже пережил увлечение морфием и множество семейных грехов и неурядиц, которые закончились распадом его первого брака. Если в эпиграфе апокалипсис и в конце последние страницы, уже прямые цитаты из апокалипсиса, и вообще сама тематика, может быть, не всем известна, это Киев, 18-19 год, свержение законной, самодержавной, православной власти в этом великом русском городе. Даже уже чуть позже, уже после свержения законной власти, уже свержения следующей власти. А там уже дойдет... Бесконечную дать харда вот этих бесконечных свержений. Властей, и Петлюровское завоевание, и белогвардейцы, брошенные целые подразделения воинские на произвол судьбы, на своими командирами, отступающие немцы. Все это имеет, во-первых, автобиографические признаки и глубочайшее знание Булгаковым, который всегда очень ценил реальные подробности. Да, и все географии даже боевых действий. Да, безупречно, включая и название улиц, расположение домов, в которых действуют герои. Он же сам, собственно, был родом. Хотя нигде прямую Киев не называет Киевом, он называет просто город. Что, кстати, тоже довольно знаменательно. Они приводят к некоторому условности, символичности или обобщению того, что происходило и в России вообще, а не только в конкретном этом многострадальном Киеве. Подражает еще, кстати, если надумаете, вдохновленные нашим воспоминаниям Вселенной, перечитать, то еще поразитесь и ужасной актуальности для сегодняшнего момента. Дословно, просто, вплоть до лозунгов. Националистические такие, деградационные, проукраинские. Ну, вплоть до, к сожалению, мы теперь знаем и современных найтурсов. И вот это вот все, да. Наверное, это уже даже, так сказать, звучит политически ненейтрально. Можно сойти с этой темой, но, тем не менее, очень рекомендуем. Как бы дает сразу новый, очень широкий угол зрения на все. Ну, и перспективу дает. Ну, и да, и то, что, например, вот эта проблема, это беда не вчерашнего дня и не последних каких-то событий. И даже не после Второй мировой войны. Да. Глубинно живет вот эта интервенция разрушительная, демоническая, по сути, которая опирается на стремление к там потребовать и утвердиться на украинской мове, на опровержении русской духовности, прежде всего, в жизни народа. Так не случайно ли апокалипсис своего строчка? Речь идет вообще по преимуществу о мертвых, потому что мало кто выживает в этой буре. А еще один эпиграф из «Капитанской дочки» – ну, барин Беда Буран. Буран, окружающий, обрушившийся на Россию этот ураган революционный, это апокалиптическая какая-то картина завершения мира. Ну, и отсылка вообще к пушкинской оценке, да, русского бунта – бессмысленного и беспощадного. Вот, все это законно предваряет начал романа, который и начинается словами несколько более отсылающими к какой-то летописи или даже к писанию. «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовым 1918. От начала же революции второй». Прекрасная… Удивительная вот эта летописная ритмика, которая потом даже в каких-то таких смешных бытовых подробностях авторами тоже повторяется про мышь, которая грызла и грызла кусочек сыра, проклиная, да, там скупость жены, инженера. То есть удивительное действительно совмещение сразу нескольких планов вот этого летописания, летописца, который стоит над, ну, как бы вообще издалека смотрит на картину происходящего, и при этом такое совершенно летописное восприятие, ну, то есть божественный взгляд на события изнутри, самых простых. И замечательный первый образ и сцена, которая по своей высоте оказывается на уровне поставленного камертона. Начало – это похороны матери, то есть сразу семья Турбиных собирается по случаю самому, что ни на есть печальному, похороны матери, то ли матери России, которая действительно на глазах у всех была лишена своей государственности, своего достоинства, своей цельности. И, тем не менее, среди этой умирающей России, остающиеся ее добрые сыны и дочери, сохраняют свое родство, сохраняют единство друг с другом. И за этими кремовыми шторами у Елены прекрасной, у матери, ну, собственно, она не мать, она еще сестра только, Алексея Николки, старшая сестра, на которые как бы переходит время хозяйствования. Материнская роль, да. И он только еще не понимает, что на самом деле все, что им не делается, всегда в итоге к лучшему. Да, это так и есть. Но они задают этот вопрос сначала священнику, отцу Александру, который как раз, видимо, является духовником семьи, приходским священником, отпевает мать. И они на вопрос к нему, как жить, вот как-то чуть-чуть робко. Ну, да, интересно, что священник, он как-то не звучит там убедительно. Ну, унывает, ну, тем не менее, он говорит, ну, как говорят, можно сказать, банальные вещи, но, тем не менее, единственное справедливое. Тяжкое, тяжкое время, что говорить? Но унывать-то не следует. Уныния допускать нельзя. Убедительно-трогательно проговорил он. Большой грех, уныние. Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, как же, большие испытания, он говорил все уверенней. Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу. По специальности, конечно, больше всего богословские. Вот здесь зачитывает еще одну строку из Апокалипсиса. Третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вод, и сделалась кровь. То есть, эти события в их стране сравниваются с Апокалипсисом, с окончанием мировой истории, с последними событиями. То есть, с воцарением антихриста, и это имя последнего всемирного президента, гения зла, упоминается еще не раз в романе. Антихриста, который поехал в Москву воцаряться. И это действительно указание на подлинное содержание этой революции, как низложение, прежде всего, христианских оснований православной жизни. Против чего был наполнен, по преимуществу направлен удар. Интересно представлена линия вот этих сопротивлений, участников боевых действий, у которых тоже там целая своя история. Они воюют иногда не зная с кем, и защищают не зная кого. Уже не сменилась власть. Да, вот это бегство штабных, то есть, в конце, конечно, вот эта хроника катастрофы. Интересно, что тут тоже представляются определенные соотношения с вечной жизнью. Точнее, как? Разные образы воюющих. Да, разные образы воюющих, но все они подводятся, интересно, авторам. Вот в этом сне Алексея, где главным героем является погибший героический офицер. Как раз, да, офицер Жилин погибший, который рассказывает, как в рай еще пришло. Описание, что ни на есть, такое наглядное. Там, как в рай, всем эскадронам заходят погибшие воины. И описывается слегка колоритно, с такими речевыми особенностями воинского говора. Такой, да, немножко унтропрошебеевский как бы жаргон, на котором это все рассказывается. И в конце интересно, что. А это палаты... То есть, заходят белые в рай и видят, а там еще палаты со звездами. А это вот для красных, для большевиков. И когда недоумевают, как же их-то, они вроде-то по Богу не очень-то как-то к Богу-то расположены. Говорят, да, вы для меня все одинаковые. Мне что, что с того же расположено, они ко мне не расположены. От вашей расположенности, говорит, ни холодно, ни жарко. Говорят, а мне вас всех жалко. Поэтому, говорит, все как на фронте погибшие, на войне погибшие, все вот мучениками и уже упокаиваются в особо обустроенных, хороших таких покоях. Проблема даже вышла с женским обозом. Потому, что пристали, мол, некоторые тут бабоньки. Куда там без них-то тоже вроде бы на фронте-то нельзя. Куда же без них? Так вот, вышла заминка. Пускать ли их тоже в рай туда вместе со всеми? Ну, вышла заминка, но потом возвращается и говорит, нет, рассказали всех. Так что все заехали. Неужели прям с обозом, с бабьей? Говорят, прям с ним и заехали. Интересное видение того, что полагающий душу свою и вынужденно погибающий среди этих военных нестроений, как раз той же участи, как и воевавшие за правое дело, удостаиваются. Хотя это представляется как сон, но сны еще не раз будут в этом романе обнаруживать какую-то предполагаемую духовную реальность. Вот это он, в общем-то, вещий, такой интересный полувещий, потому что Жилин рассказывает, что видит Найтурса, понятно, что погибшего в будущем, и говорит, еще какой-то безвестный юнкерок. Я как-то там, ну вот точно не вспомню цитату, но что Жилин как бы так хитро прощурился и немножко задумываясь говорить, ну как бы скрыл от Алексея какой-то секрет. А юнкером был Николка, младший брат Алексея. И Николка действительно же оказался вот в этой опасной ситуации с Найтурсом. Он действительно готов был, в принципе, на мученическую кончину, когда разбежались уже все. И он пытался, Найтурс прикрывал отходящих юнкеров, просто уже в полном, когда их все бросили, штабные. Найтурс остался у пулемета прикрывать свой взвод, а Николка бросился помогать ему. И вот интересный такой момент, что как бы действительно вот этот вот полувещий сон, как бы действительно пути Господни, они вот неисповедимы. То есть, в этот момент что-то поменялось, и все-таки его не забрали, Николка остался жив. Почему? Или, может быть, в будущем понятно, что там еще гражданская война впереди. Все-таки недолго он проживет. Замечательная тема богохульства. Лично о нем было. Замечательная тема богохульства представлена. Причем, если вначале сам автор цитирует «Апокалипсис» или «Священник», то в конце его цитирует поэт, современник самого бодрого и антирелигиозного настроя Русаков. Ему посчастливилось опубликоваться со своими антиклирикальными, антихристианскими стихами. Он представляет стишки этого поэта, богового логова. Хотя зовут его всего лишь Ваня. «Раскинут в небе дымный лес, как зверь, сосущий лапу, Великий сущий папа, медведь мохнатый бог, В берлоге логи бейте бога, Звук алой боговой битвы встречаю матерной молитвой». Вот такие стихи были его опубликованы. И ведь это он же, тот безымянный сифилитик, который потом страшно кается. Да. А потом начинается история его болезни. Он понимает, что умирает от тяжкой болезни, уже проявившейся во всем. Причем они с приятелем вместе ходили к той даме, которую он теперь мечтает убить. А тот как-то не заболел, а он заболел. И вот теперь, начиная разлагаться заживо, так это он сознает, он вдруг представляется в совершенном раскаянии. Представляется его молитва. «Господи, прости меня, крестясь мелкими дрожащими крестами, кланясь и касаясь холодным лбом пыльного паркета, возводя глаза к черному безотрадному окну». Черный безотрадный квадрат. Малевич, я не сказал, вместо иконы, которого места не нашлось пока в его жизни. «Господи, прости меня и помилуй за то, что я написал эти гнусные слова. Но зачем же ты так зашток? Зачем? Я знаю, что ты меня наказал. О, как страшно ты меня наказал. Посмотри, пожалуйста, на мою кожу. Клянусь тебе всем святым, всем дорогим на свете, памятью мамы-покойницы. Я достаточно наказан. Я верю в тебя. Верю душой, телом, каждой нитью мозга. Верю и прибегаю только к тебе, потому что нигде на свете нет никого, кто бы мог мне помочь. У меня нет надежды ни на кого, кроме как на тебя. Прости меня и сделай так, чтобы лекарства мне помогли. Прости меня, что я решил, будто бы тебя нет. Если бы тебя не было, я был бы сейчас жалкой, паршивой собакой без надежды. Но я человек и силен только потому, что ты существуешь. И во всякую минуту я могу обратиться к тебе с мольбой о помощи. И я верю, что ты услышишь мои мольбы, простишь меня и вылечишь. Излечи меня, о Господи. Забудь о той гнусности, которую я написал в припадке безумия, пьяный, под кокаином. Не дай мне сгнить, и я клянусь, что я вновь стану человеком. Укрепи мои силы, избавь меня от кокаина. Избавь от слабости духа. И избавь меня от... Ну, и там некий герой, которого тот называет антихристом, отправившимся в Москву. Как раз того организатора, который... Который машину загубил, да. И тем самым совсем уже оборону города подорвал. Ну, вот есть в романе еще такой же потрясающий опыт молитвы, который, ну, опять же, мне кажется, это невозможно сочинить. И, ну, потом эта молитва, она таким чудом заканчивается, да, когда Алексей... Ну, да, это в том, что кто лечит этого сифилица? А в итоге его же Алексей... Алексей его вылечивает, и Алексей является прообразом самого... Прообразом Алексея является сам... Булгаков был призван, да, как раз добровольцем... Ну, точнее, пошел добровольцем. Ну, в том числе и как врач. Врач, да. Он лечил и болезни, в том числе и венерические. Ну, он и участвовал вот в событиях, которые описывает, да, и лечил болезнь. Но главное, что там потрясающее вот это чудо описано, как Алексей начал умирать. Ну, это уже сейчас давайте будет финалом. Хорошо. А до этого еще все-таки тоже есть демонические образы, которые появляются во время бреда Алексея. Есть цитата из «Бесов» Достоевского, когда появляется человек в висящем воздухе, в клетчатых штанах. Впоследствии он появится еще в мастере Баргарите. Ну, как и Ваня, собственно, бездомный. И цитирует «Бесов» Достоевского, говорит, «Святая Русь – страна деревянная, нищая и опасная, а русскому человеку честь одно только лишнее бремя». И тогда Алексей в бреду своем бросается на это. Ах, ты гад. Пытается стрелять в это демоническое привидение. И здесь как раз вот эти мощные для всей России, навсегда обозначенные Федором Михайловичем Достоевским, вот эти демонические реалии того, что совершалось в России и в начале XX века, обнаруживаются и подтверждаются тоже четкие мотивы с этим преодолением явно бесовского нашествия и вражьего искушения, которые переживают и главные герои. Ну, а Елена действительно представляется в конце романа при таком критическом состоянии ее брата в всей полноте, ну, вот как раз той самой после умершей матери, хранительницы дома, какой-то души России, потому что, очевидно, умирающий на ее глазах брат, самый близкий, родной ей теперь человек, после ухода мужа, который сбежался германским штабом, после похорон матери, и она уже конкретно к Богородице обращается. И у нее, если помните, кроме вот этих удивительных слов, которые мы тоже озвучим, есть и там явление самого Господа описывается Булгаковым, и не просто уже к Богородице обращаются к иконе Елена, а указывают на того, кто светоносно и сияющим стоит возле нее. Она говорит, у него, у него, попроси, наверное, будет хорошо, если мы эту молитву Елены зачитаем. «Мать-заступница, упроси его, вот он, что ж тебе стоит, пожалей нас, пожалей, идут твои дни, твой праздник, может, что-нибудь доброе сделает он, да и тебя умоляю за грехи». Это речь о исцелении Алексея. Пусть Сергей не возвращается, она о муже своем сбежавшем от нее в Германию из-за опасности приближающихся войск Петлюра и Красных. «А ты маешь, а ты май, но этого смертью не карай. Все мы в крови повинны, но ты не карай, не карай. Вон он, вон он!» – указывает она настоящего, видимого ею рядом с иконой самого Господа Иисуса Христа. Это единственное упование, это единственная горячая надежда такая, которая в таких словах... И какое смирение, то есть она не дерзает обращаться к нему лично. Ну да, да, Богородица как посредница, Богородица как ходатайца, которая так всегда и ощущалась народом русским и церковью, то есть достойной мы всякого наказания, но по ходатайству Богородицы сохранится жизнь в этом доме, в этой семье. И финал, как ни странно, опять апокалиптический, но тут уже носителем его является исцеленный этот Иван, который теперь уже впал в некоторую религиозную крайность. Так что тот же священник уже увещевает его, говорит, поменьше апокалипсисом занимайтесь, поменьше апокалипсисом, а то вы рассудка лишитесь. Но тот уже читает только апокалипсис и исполнен такого чувства окончания мировой истории. И металась, и металась потревоженная дрема, летела вдоль Днепра, пролетела мертвой пристань и упала над подолом. На нем очень давно погасли огни, все спали. Только на углу Волынской, в трехэтажном каменном здании, в квартире библиотекаря, в узенькой, как дешевый номер, дешевенькой гостиницы, комнате, сидел голубоглазый, теперь уже не перед черным окном, голубоглазый Русаков у лампы под стеклянным горбом колпака. Перед Русаковым лежала тяжелая книга в желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно. «И увидал я мертвых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые, по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И увидел я новое небо и новую землю, «Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря нет уже». По мере того, как он читал потрясающую книгу, ум его становился, как сверкающий меч, углубляющийся в тьму. Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. И к последним строкам он переживает небо, как занавес Бога, как алтарь его. Во второй половине ночи вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающий мир, покрылась звездами. Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. В алтаре зажигали огоньки, и они проступали на завесе целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром, сгрешной и окровавленной, из снежной земли поднимался в черную мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла, слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч, но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останутся на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему? Вот на этом почему очень утешительном и очень четко в духовном пространстве сориентированном заканчивается роман. Написанный в самой пучине этих событий в 20-е годы. Совершенно прозорливая и с духовной такой зрелостью, что действительно как-то мной воспринимается этот роман один из самых сильно христианских. Благодарим сердечно Елене и вас. Спасибо большое. Дорогие друзья, будьте Богом хранимы. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин